Продолжение следует... 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 Вот. Вот это один из соблазнов этого мира. От чего тогда нас нужно сохранить? От того, чтобы мы это в своё сердце не приняли, и мы эти слова не употребляли. Даже сгоряча. Вот люди некоторые, так сказать, для связки слов употребляют эти брамные слова. Некоторые сгоряча, что-то там не получилось, выругался, полегчало, наверное. Верующий что делает, когда у него не получается что-то? Молится. Молится. А зачем он молится? Чтобы получилось. Чтобы получилось. А у кого он просит-то помощи? У Бога. У Бога он просит помощи. Понимаете, какая разница? То ли скверное слово изрыгнуть, то ли попросить у Бога благословения, попросить у Бога помощи на какое-то дело, чтобы экзамен, например, хорошо сдать. Ты готовишься, готовишься, у тебя экзамен. Но ты просишь у Бога, Господи, помоги мне, чтобы я в этот момент ничего не забыла. И Господь тебе поможет. Понимаете? Вот соблазны этого мира, это всё худое, всё дурное, что окружает нас. Это кто курит, это тоже соблазны этого мира. Чтобы вы в сердце этого не приняли, и никогда не взяли даже в руку, даже помысл такой не допустили, что когда-то вы возьмёте эту дрянь в рот. Игнатий Тихонович, вы наможете немного пространнее развернуть эту тему для детей? Да, иди сюда. Будьте добры, я вас сниму. А любви к миру, да? Да. У человека с годами приобретается больше болезней. Ну, так понятно, что молодой, старый, уже организм износился. Или машина, новая и старая. Но разница есть. Она ломается, дорога застревает. Так у человека уже плохо работает, разумом. И всё. Теперь остаётся только то, что у него раньше заготовил. Что в юности посеешь, то в старости пожнёшь. Всё ли ты молодая, всё девочка такая красивая вокруг тебя. Ребята ходят, говорят, ну, вареты-то, красавицы все. Но что внутри? Вот этот вопрос Господь и ставит и вызывает сердце. Возлюбить Господа всей душой, всей крепостью, всем сердцем. А как? Оно сердце одно. Ну, образно, скажем, литры. Сердце, конечно, там 400 грамм. Это меньше, сколько там. Но сердце, это главное в человеке. Это не голова. Голова это просто смотрит где-то, видит. Другой говорит, а зачем тебе голова, чтобы кушать? А другой говорит, зачем голова? Ну, чтобы шапку носить. Ну, это уже совсем даже не к человеку относится. У человека голова для того, чтобы иметь много информации о полезном. И это довести до старости. И все время, как называется, шлифовать, отрабатывать. Вот я узнал, хорошо промолчать. И о человеке плохо не говорить, когда его нету рядом с нами. А потом кто-то ему передал, он встретился. А зачем ты про меня говорил? Ответить нечего. А ты проверил, что так? Не так. Все. Дружба нарушена. А человек постепенно понимает. Учится говорить. Ну, маленькая. Сколько она научилась говорить? И она непрерывно лопочет вот эта маленькая. А спроси, о чем сзади она говорила? Сколько слов сказала? Пять тысяч. Пять тысяч слов. Да не может быть. Может быть. Раньше было микрофончик. Матери поставили на виску. А маленький ребенок ходит. И мама опять спрашивает. А взрослый еще не спрашивает. Он думает, что все знает. А на самом деле он не знает. Вот учите в школе, знаете, если нарисовать круг. Вот круг, а в центре человек. Вот сколько человек знает, это круг. А вот теперь он больше знает. Круг еще больше. А вот вокруг это неизвестное. И чем больше круг расширяется, тем больше это расстояние, тем больше неизвестного. Он должен еще более упорно трудиться. Кто закладывает в человека это? В первую очередь Бог. Бывает человек растет, он в школе плохо учится, прыгает, играет, пропускает. А теперь считать не может. Уже взрослый и считать не может. Он незнакомое слово встретить где-то, испотыкается, хлопает. Я такого слова не ощущал. А который грамотный, как считает, посмотрю, как считает Игорь Владимирович. Да у нас все ваши мамы, все грамотные. У нас мама и отец, тяца звали вдвоем. А они не кончили полкласса даже. Мы ни разу в школу не ходили. А когда стали ходить, у каждого было уже по пять, по шесть ребятишек. У меня учительница говорит, отца нашего спросила. Тихон, а еще у тебя тетрадка-то там заряпана? Да это Мария тесто там стряпала. Вот интересно как. Вот что заложат? Вот они у нас еще не знали о родителе. Но мать, все в матери было. Она говорила, живем здесь временно. И Бог в чем застанет? Застанет, то есть умрем. Душа вышла из тела и пошла к Богу. Вот потому Бог будет судить. И говорила она одну фразу. Все повторяла, и поэтому запомнилась. Бог говорит, терплю до конца. А буду мучить без конца. Это было так страшно. И в Евангелии мы слова не слышали, Библии не слышали, ничего не знали. Посты знали, все соблюдали. Воровать нельзя, материть, все курить. Это мать говорила. А то, что у нас было в деревне, мы этого боялись. Боялись коммунистов, что они нехорошие люди. Вот такой вот я знал, коммунисты это плохо. Они убивали людей, они хороших людей ссылали куда-то на север, они погибали там. Это я знал вот такой вот, еще где-то. Теперь я не знал слово мир. Вообще не в том, что мирно, когда человек живет, и то, что мир вокруг нас окружает. И этого мы не знали. Это потом пришло. И потом уже, когда Библию в руки получил, я прочитал. Не любите мир, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви в очереди. То есть, первый заповедь, люби Бога, люби ближнего. Я не могу выполнить, потому что, если сердце, образно сказать так, вмещает литр, оно заполнено любовью к миру. Это что-то по интернету посмотреть, плохие картинки посмотреть и прочее. А к Богу-то ничего и нет. А когда человек полностью для Бога, у него тогда мирское отходит, это ему не надо. И вот эта фраза, терплю до конца, буду мучить без конца, для меня была руководителем всю жизнь. И Господь сохранил и в армии, и говорили, в армии пойдешь, все равно в комсомол вступишь. Такая организация была, Коммунистический Союз Молодежи. Мы не вступали, мы боялись как огня. Мать не знала, как объяснить, я говорила, вот присадь будешь, а там танцуй где-то. Это такие раскаленные гвозди будут на том свете, и ты по ним будешь прыгать теперь. Они будут тебе в ногу. Материста, картинка была такая, за язык человек подвешен, а внизу там его огонь жжет. Ну не было Евангелия, мы не знали. А вот это знали. Нельзя плохое слово сказать. Мне вот 78 лет, 78, я еще ни одного матерка не сказал всю свою жизнь. Мы боялись этого. А отец по пьянке и говорил плохие слова. Но это не привелось никак. А у нас тут был один мальчик в лагере. Отец у него глухонемой, а он матерился. От кого он учился на улице в этом мире? Ходил, а друзей дружили. А мы не дружили никогда ни с кем. Своя семья, 10 ребятишек, вот у вас 4, 5, больше пяти, кажется, ни у кого и нет. А у нас 10 было. 5 мальчиков, 5 девочек. И мы играли своим табором. Вот у вас сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это одна семья. У вас как раз 10. И мы никогда ни с кем не дружили. Мы боялись. Вот люди как боятся. Смотрят, то есть бородой, это какой-то там, наверное, плохой человек. А у верующих наоборот. Безбородого видят, они домой прятались. Безбородого они видели. Или сосед живет рядом, он все гуляет, матерится, жену бьет, гоняет ребятишек, с работы ворованное тащит, дети показывает. А папа принес с работы. И как огня боятся их. Безбородое, это значит неверующее. Вот складывается это. И поэтому не любите мир. В нас входило это буквально с пеленок. Вот он неверующий, а говорит коммунист. А коммунист для нас был, это страшное слово. Этот человек на что угодно пойдет. И пять коммунистов было в деревне. И все до одного пьяницы. Все до одного матершинники. Других не было. И мы этого слова боялись как огня. Не любите мира. Мы не думали как не любить. Оно отталкивало нас. Мы в школу, и школа опять домой. А потом отец пастухом был. Мы на поле целыми днями. Никак сегодня полдня одни, полдня другие. Вот только чуть-чуть таять началось. Сейчас уже коров выгнали. Кое-где снег ставил. И последний день, когда полностью осенью снег покроется в октябре. Никаких выходных не было. Мы росли там, где птицы летают, где бегают суслики. И поэтому этот мир для нас был далекий. В данном случае я могу говорить только потому, что видел. А видели мы в этом мире, чтобы он нас привлекал не было. Интернета не было. Телефона такого не было. Кино было. Ну кино-то такое, не как сейчас-то. Там что-то. Если это там мужчина-женщина поцелуются, в зале свистят, крещат. Поцелуются просто. А сегодня не так. То есть поставлена задача развратить людей. И вот этот мир, который губит людей, сколько девочек потерялось, находят там целое кладбище. Дальше убили и все. Одного задержали. Там у него сколько было. Он на машину. Садись, подвезу. А работал на медицинской машине. Вот это ездит. И никто его долго не могли найти. Он где-то 70 женщин только задавил. Надругается над ними, а потом убьет. Убьет и где-то зароет, бросит. А если бы не садились, боялись мира, то мусульмане. Мусульманка ни одна где не пойдет. Мы их не видели. Наши жили в Киргизе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот шестеро. Даже втроем мы их не видели нигде. Они как воробьи. Воробьи кучей летают. Взлетели, сели. Вот как воробьи. А желанчик этот, синица где-то, он всегда один. Эгоист. Вот надо смотреть на природу и учиться. Потому что если вас шестеро, 12 глаз, вам легче увидеть опасность. И при том они не идут так у нас расхлябанно по улице. Они быстро что-то между собой говорят. Перебежали улицу, а стены огромные. Там дувал называется. Мы видели в опрунте. И сразу вскрылись. Дверь захлопнулась. Ничего нет. Их не просто так взять где-то. И они поэтому все остаются настоящими девушками, нетронутыми. Если она не девица и где-то была с парнем, ей смертная казнь будет. Ее убьют. Закон. Не любите мира. Мир этот поглощает. Мир это широкая пасть дьявола. И туда люди падают. Ни один, ни два миллиона. Миллиарды. Мы отвечаем от тех людей только тем, что услышали о Христе. О его жизни. Как он воплотился о Деву Марии. Иконы лежат у нас здесь. Вы всегда что-то берите. Вот на столе лежат. У вас маленькая библиотечка будет. Я сегодня разложил здесь с Володей. Вот здесь вот лежат. Это церковные газеты. Календаря. Они как старые. А там все то же самое. То есть число не совпадает где-то. Берите, чтобы у каждого была библиотека. И поэтому этот греховный мир тебя вооружит. Плохим. Научит злиться. Не слушаться родителей. Куда-то бежать. Кто-то пальцем поманул. А он обещал. Вот есть. Они маленькие. А уже все знают. Яма фильм показывает. У Чехова. Это ужасно. Он познакомился. Девушка. А потом привез. И в дом терпимости сдал. Опять скрылся. Документы отобрали. Это ужас. И потом вот таких маленьких девочек. Везде их воруют. Торгуют. И сейчас показали в Казахстане. У меня, которая нынешне была. Рахиль. Загидуля. Она говорит. Посмотрите что им. И там ролик маленький стоит. Такие большие ящики. Примерно вот такой вот. Ну вот такой вот ящик. Вот такой. Их там поймали. Китайцы. Разворачивали. А там лежат дети. Ящик один. Второй. Дети обложенные льдом. То есть они их убили. В льдом заложили. Чтобы они не растли. Не затлели. И в Китай отправляют. А там сердце вырезают одному. Продают. Это товар. А куда, говорит, девайте. Которые обидели. А никуда. Шашлыки делаем. Съедаем. И все. Это мир. А мусульманские дети. Которые по-настоящему. Или еврейские. Они не попадут. Они нигде не ходят одни. Я вот был в Нью-Йорке. И так гляжу. Такие девушки красивые. Ну, молоденькие. Вот как вы такие. Гляжу. И прям прошли через дорогу. И быстро опять сказали, кто они. Говорят, это евреи. Здесь еврейский район. Евреи любят детей своих. А у нас где они бывают? Кто? В школе. Зашли два каких-то там бандита настоящих. Девочка пошла домой. А ее тут они убили. Еще попало сделали с ней. И большой щит электричества. Там они туда затолкали, захлопнули. Уже мертвую. Причина одна, что вы должны помнить. Этот мир опасен. Не надо смотреть ничего. Вот возьмите, посмотрите. Сколько здесь я показываю. Газета Лампада. Название какое хорошее. Это вот рядом с нами Новоалтайск. Там выпускали. Чтобы собрать такой материал, это много времени надо. Это корреспонденты работают. И такие газеты держите. Смотрите, творчество, стихи. Тут другая газета рядом лежит. Вот теперь она лучше издается. Это из старых набрали. Алтайская миссия. Это что тут? Православная газета. Московского патриархата. Русская православная церковь. Видите, что это в то время был, видимо, Антоний Масельнич. И вот лежат они прямо здесь. Столько я наложил сегодня. Даже не выскажешь. Очень хорошие статьи. Бывают даже не православные. Вот одна газета. Она называется так. Доброе имя. Доброе имя. Они прямо рассказы такие берут. Это неверующие какие-то там сиеретики, сектанты. Но хорошие. Я вам просто показать хотел. Смотрите. Православные. Там что-то хватит. Светоч. Ну, то есть, очень большой материал. Вы сами берите. Сегодня разложили здесь, чтобы взяли. Это тебе поможет избежать этого мира. Если вы будете стремиться к Богу, тогда сердце будет занято божественным. Где послушать священную повесть. Бывают хорошие фильмы. Вот, смотрите, Ирия, Мия, Аврагам, Моисей. Просто Иисус называется. Повторяю. Фильм смотрел, а уже забыл. Опять просмотрели. Сравнивайте с Библией. Так и правильно ли показывают. Вот есть такой фильм. Искупление. Для евреев будет очень хороший. Как люди находят Христа. Не знавшие. Как услышали. Как его приняли. Там про евреев, что они обращаются. И поэтому о мире этом говорит. Кто любит мир, в том нет любви очень. Да. Но Иаков говорит еще больше. Дружба с миром. Есть вражда против Бога. Никому не заходите, со школы идете. Только домой или дождись, когда за тобой приедут и возьмут. Не думай, что я вчера ходил, а ничего не было. Специально ездят машины. Сидят мужчины. Глядят, никого нету. Выскочили, рванули в машину ее. А дальше у нее там хлорохорм какой-то на лицо. Стоим, он человек уснул и дальше везут. Уже там продают его на востоке. А там замуж это 12 лет. 13 это уже устарелая. Уже старуха считается. 12 лет. Раньше. Это о вас говорится. Вас никто не убережет, кроме Спасителя нашего Иисуса Христа. Ангела-хранителя. И дома, что свободная минута на молитву. Пошел три поклона. Где у вас иконы стоят. И кто там, отец, мать, благословите. Пришли опять. Помолились. Поприветствовались. Без благословения родители ни шагу никуда. Незнакомый мой. Мальчик начал бесноваться. Бесноваться. Он не понимает, куда-то лезет. Кричит. Но человек верующий стал спрашивать. Скажи, а как ты мог войти? Он же ребенок. Из верующей семьи. Прищищается. А он говорит. Я специально был послан сатаной. На вашу квартиру. Я, говорит, сидел. Где порог. И там дощечка медная. Я должен был ее охранять. И кто первый не благословил и выбегал. Я должен был войти в него. И мальчик побежал. Ничего не сказал родителям. Только на крыльцо. И он сразу ударил. Он упал. Начал. Пена из него пошла. И все. Что дальше будет, один Бог знает. Это страшно смотреть. Нас поджигают не только злые люди. Но злые люди, которых учит злой демон. Он никуда, ни шагу без Бога. Три поклона. Утром выходишь. Сюда перекрестись и скажи. Отрекаясь сатаны. И всех ангелов его. То есть бесы, демоны. Всей гордыней его. Это перед крещением. Такие слова считаются. Перекрести впереди себя. И выходи тогда. Во двор. Свой во двор выйти. Я могу только поделиться опытом. Нас родители ничему не научили. Кроме того, что есть Бог. Есть ад. Есть рай. Я знал, что я буду в аду. Хотя я не матерился. Никакой девочке пальцем не прикасались. Мы как огня боялись. Я помню в 10 классе. Девянскую девчонку. И как-то на велосипед рама. Я на раму просадил. Там по дереву не привез. Это что такое уж. Так она близко около меня сидела. Мальчики так себя берегли. А сегодня девчонка куда попало лезет. В 10 классе. И чтобы вот так, как сегодня ведут. Даже дико страшно смотреть. Это поколение русских людей. Великие беды ждут. А если ты верующий. Смерти нет. Прочитаем. 2 Маковейская, 7 глава. Как у матери было 7 сыновей. Их заставляли есть свяное мясо. А в Ветхом Завете нельзя было есть. Их казнили. Выдавливали глаза. Зарезали нос, уши. Снимали с них кожу. Жарили. Там такой запах стоял. А мать каждого уговаривала. Только не отрекись. И вырубят пальцы по одному. Сынок, ты все получишь. Ты сегодня у Бога будешь. Это тело внешнее. Это хижина. Это дом. Хижина это не я. Мне говорят, я постарел. Неправда. То не мой удел. Стареет хижина моя. Но эта хижина не я. Трясутся руки от того, что мало сделали добра. Так идет. А ты молод. И поэтому посвяти себя Богу. Вот сегодня разберите вот это все, что лежит здесь. Это вам дается бесплатно. Мы искали тогда, когда ничего не было. Буквально по буквам. Старый какой-то листик один. Оборванные края у него были. Но там слово Бог было. Я уже себе его не знаю, куда спрятать, чтобы никто не отнял. Я считал Бойко. Николай Евгрампович, кажется, его. Он в плену был. Он дошел, говорит. Там 30 килограмм, наверное, не было из него. Одни кости. Ну и там дизентерия. И он пошел и бумажку увидел. Там в лесу работали. Бумажка смятая, брошенная. Он поинтересовался, раскрыл. А там написано «Отче наш». Он ничего не знал, там самолец. И он «Отче наш». Ему как-то тронул Господь сердце. Он стал считать. И уверовал. Но уверовал он баптистом стал. Не православным. И сколько он мог претерпел. Дальше. У нас какое сокровище-то. И книги, и Евангелие. Там лежат Евангелие красное. Четыре Евангелия. По одному возьмите себе. Это чтобы лично твое было. У нас они ездят. В тамбуре, когда заходят. Девчонка, это разрешено ей приходить. Вот это. В реке. А мне баба она не передает. Знаешь, ты вот балуешься. А дядя Игнатий тебе не разрешит прийти. Она вот так подошла к ней. Да как не разрешить? Я вот так подойду, скажу. Я такая девочка. Возьми меня к себе. Не думаю. Она не глупая. Она знает как. Так ты к Богу тоже подойди и скажи. Господи, милый мой Господь. Ты избрал меня. Избрал. Дал мне веру святую. Сохрани меня. И Господь услышит эту молитву. Богу слава. Аминь. Так, у нас осталось одно воскресенье. Я хотела с вами прорепетировать. Вы же, Сленки, выучили слова? Несторон нету. Несторонечка нету. Ничего не учу. Спасибо. Ну, есть еще. Вот эта неделя, следующая. Вы учите. Дома можете даже порепетировать, чтобы как говорить, да? Слова. Так. Там больше всех у Ливии слов. Да. Ну, ты можешь себе распечатать. Я не знаю, как-то нам придумать столик надо, чтобы ты как бы села, как врач. Я тебе принесу халат и шапочку. Наденьешь. Ну, может, просто стул поставим вот сюда вот она что-то. Какой стол? Стул. А, стул. Садит на стул, вот сюда там разложится. А, вот на ту спину что-ли? Вот где-то же был маленький наш столик, надо его найти. Он где-то на пиранде, мне кажется, был, который стоял в детской раньше. Сегодня спрошу, он этого, Третьяков надо узнать. Так, ну, песню вы просили спеть Доха и Гова. Я бы включила программу. Христос воскрес и Муасана, помните? Она такая лиричная немножко. Будет у нас такая веселая, жизнеразная. Чуд, да, выше всех чудес. Вот эту споем. Мы в прошлом году не пели. А это. Христос воскрес, Ему Асана, поют луга, поля и лес. Природа Бога прославляет. Христос воистину воскрес. Мы ее пели. Сейчас я ее найду в минусах. Это Варисий. Чудо больше всех чудес. Помните, да? Я даже время тогда не буду на нее тратить. Я вам слова сегодня раздам дома. Найф. Потренируйтесь. Бога Якова, вы тоже, думаю, без репетиций мы его споем. Будет рево, мы на следующем деле успеем прорепетировать. Вот эта песня. Сейчас самый популярный ролик называется «Дядя Вова, мы с тобой». Видела? Да, он четыре месяца назад еще вышел. Там, в Волгограде, учатся в какой-то полицейской школе дети, и они поют. И с ними вместе посредине депутат Государственной Думы. Кувычка там, Анна, кажется. Там какие-то эпиграммы на него, ну все там, буквально. Ролики под этим же названием, и я выставил свой. Он коротенький, четыре минуты. Вы спели прям, спели песню или разобрали? Я разобрал, о чем говорит, песнопение, слова. Все поняла. Я больше часа ролик сделали. Что речь не о Волгограде идет, речь не о Москве, и они говорят, еще и Аляску присоединили. Дети это не понимают, но как именно они поют, как они смело стоят, поучиться можно детям. Последний бой там что-то? Да, 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 да. И о чем говорят в это время, там пушки, танки. Дядя Вова, мы с тобой. Последний бой. Я разбираю, что последний бой. На смерть, дети не понимают. Им о смерти надо больше говорить. Так, вот, это другая была мелодия весны. А где это? Значит, я не нашла эту минусовку. Я вам слова раздам. Вы найдите эту прям не минусовку, а песню. И послушайте ее мелодию дома. Хорошо? У всех есть интернет. Христос Воскресе Молосана. Мы ее пели года два-три назад. Помнишь? Вот это ты видишь? Вот эту, я не знаю, вот вместе споем ее. У меня там нету баллада о кресте. Или я ее раньше пела. Это мне, это слова делала Марина о кресте. Песня, это Рыбников, вот этот мюзикл «Ленона и авось». Там про белый шиповник, а переделали по крест. Крест – это как раз вот такая пасхальная тема. Так что тоже можете найти эту песню, как она поется. Там вообще бы лучше, конечно, один или два кто-то пел, а припев все вместе. Вот тогда бы красиво получилось. Я первый куплет только спою. «Израильтяне шли по пустыне». Помните выход, исход из Египта? «Больше они не рабы, Ропотом бренным они согрешили, Презрев Господни дары. Змеи их жалят за согрешения, Нету числа потерь. И Моисеем для исцеления Медный воздвигнут змей». Это все из Библии, помните эту историю? «Для любви не названа цена, Лишь только сень креста, Сень креста, сень креста. Для любви не названа цена, Лишь только свет креста, Свет креста, свет креста». Я минусовку уже нашла, Но я, может, чуть-чуть высоковато спела. Давайте, наверное, все-таки Мы все вместе споем, Мы подумаем, кто у нас будет запевать, А вот припев надо будет прям так вот «Для любви» всем хором. Там и в оригинале тоже они поют это, А потом все вместе, Все, кто есть на сцене, Поют вот этот вот припев. И каждый припев, кстати, разный. Обратите внимание, не повторяется Последний «Для любви не названа цена, Лишь только жизнь креста, Жизнь креста, жизнь креста». И потом смерть креста. То есть все припевы чуть-чуть отличаются. Уже запели. Ну, может быть, мы потом после службы С вами соберемся на счет сценки. Хорошо? Там, Павел, когда пообедайте, Я к вам выйду, И мы сценку попробуем все-таки. У нас для... Агния, ну как у тебя? Подобрали ли ей мелодию какую-нибудь? Ну, она сама придумала. Придумала, да, как спеть придумала? Давай, я раздам. Все, пойдемте, уже поют? Уже поют, пойдемте. Нет, не успею. Я у меня сегодня прям в последний момент Додержали на работу. Я думаю, что там коррегулирую. Кто последний? Встань с Лерой и стой хорошо. Благословите, Господи, все ангелы Его, Сильные крепости, горящие Слово Его, Услышите, благословисть Его. Благословите, Господа, все силы Его, Слуги Его, творящие волю Его. Благословите, Господа, все дела Его, На всяком месте владычества Его. Слава, Отцу и Сыну и Святому Духу, Имени и Присны во веки вековами, Благослови, Душа моя, Господа, И вся внутренняя моя, Имя Святой Его, Благослови, Неси, Господи. Господи, Иисусе, Христе, Сыне Божий, Помилуй нас. Аминь, слава, Отцу и Сыну и Святому Духу, Хори, Душа моя, Господа, Воскорю, Господа, в животе моем, Пою Богу моему донди же есть. Не надейся на князи, на сыны человеческие, В них же нет спасения. И изыне Дух Его и возвратится в землю свою, В той день погибнутся по мышлению Его. Благослови, Мужик Бог, Преатр, помощник Его, По пованию Его на Господа Бога Своего, Сотложише на небо и землю, Мое истеряже в них, Роняющего истину век, Творящего суд обидимым, Дающего пищу алчущим. Господь, Решит, какованные, Господь умудряет с лицами, Господь возводит низверженные, Господь, любит правильники, Господь, гражданин пришельцы, Сырой вдову примет, И путь грешных погубит. Вот за ним, Господь вовек, Бог твой сегодня в род и род, И ныне и приснан, И во веки веков они. Единородный сенит злобе Божьей, Бессмертенцы, Изволив и спасение нашего ради, Воплотитесь, Святые Богородицы, И приснан Девы Мари, Непреложного, Человечивыйся, Расмыся же, Кристи Божьи, Смерть и смерть поправы, Единцы, Святые Тройцы, Спрославляемый Отцу и Святому Духу, Спаси нас, Спаси нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Помилуй нас. Аминь. Отца и Святой Твоем, Помилуй нас, Господи, И да придешься в Отца Святой Твоем, Блажене нищие духу, Яко тихи, Царство небесное, Блажене плачущие, Яко тихи, Утешатся, Блажене глуси, Яко тихи, Яко тихи, Наследят землю, Блажене алчущие, Жаждущие правды, Яко тихи, Насытятся, Блажене милости, Яко тихи, Помилово не будут, Блажене чистые сердцем, Яко тихи, Бога узрят, Блажене миротворцы, Яко тихи, Сынови Божьи, Нарекутся, Блажене знаний, Правды ради, Яко тихи, Царство небесное, Блажене стихи, Да поносят вам, И земнуты, Пусть разогна, Блажене милости, Радуйтесь и воскресенье, Яко тихи, Яко тихи, Ваша в ногу, Родной небесе, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Помилуй нас, Аминь, Придите поклонимся и преподинку Христу, Спаси мир, Сыне Божий, Воскресе измертит поющая Ти, Аллилуйя, И воинам стригущим, Пречистое тело Твои, Воскресе, Свечи средневный спаси, Даруя мир и жизнь, Всего ради, Иисусе не местная, Мопия пути жизни давчий, Слова воскресенье Твоему Христе, Слава царству Твоему, Слава смотренье Твоему, Едине человека любчи. Субтитры создавал DimaTorzok